Остался с Серафимой Гавриловной Андреем Устинов. Он у них работает, помогает. И они там не всем сходятся. Петушок стоит, а кошка черная, что-то смотрит на него. Но ей петушок-то не нужен. Петушок-то такой сильный, бройлерный. И вот она доказывает ему. Андрей говорит, ну вы двое, решите между собой, как делать, что. А мне жалоба была. Она говорит, стоит молится, Серафима, и вслух эти молитвы читает. Во время службы батюшка свое, она говорит, свое, нас забивает, говорит, а я-то ничего не слышу. А мне тут подошла одна сестра и говорит, а как же так это? Вот ничего не можем делать. Сколько не говорили, бесполезное дело. Ну да, она считает, после священника, она первый человек, потому что просто рыпечет. Гляди, 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 крадется. Ну, это важное дело. Чего он думает, крадется? Иди. Она тебе лапой-то сунет по по мозгам. Вот так. Она не знаю, меня видит или не видит. Она доказывает ему здорово, конечно. Она в прошлый раз-то была здесь, во время богослужения там упала. Видела? Она покачнулась, покачнулась и повалилась дальше. Палочки у нее в руке не было-то. Она за кого-то маленько зацепилась. Я кинулся к ней, а она уже лежит, ее подняли. И она подумала, что мы думаем что-то. И она пришла домой и ко мне туда пришла. У нас такая была беседа. Я, наверное, утром завтра выставлю этот ролик. Рядом сижу вот так вот на нее. Мне кто-то рядом, ну, прямо не влазит, говорит, вебкой в это лицо. Ну, беседа была очень хорошая. Прямо замечательная. Почему именно? Вот я нас не уронит только. Вспомнила, когда-то было, священник наказывал, если ты видишь неправду, там обличи. Там отец Павел, где она была в Казахстане, и как она просорней была, и как сын просил и рыдал, плакал, звал домой, она в просорне ушла от них там что-то. И она все это совместила с тем, что обличать приходится не человека, а злого духа. И злой дух меня наказал за это. Мне такое интересное, это трезвое рассуждение. И она пришла... Я ее провожать начал, она мою руку взяла, свою руку зажала, и ей перекрестила сама себя. Такого у меня еще и не было. Но настолько расположена была, даже... Ну, представь себе, такой ветер был, и она пришла. Ветер сильный. Вот так. Я так и подумала, думаю, вроде только что упала, и такую даль пошла. Ну, я думала, может, как... Ей костыль подали потом, она на костылек. Еще 92 года и... Сегодня говорят... Так она же говорила, умрет 20 октября. Я говорю, так его еще нету октября-то. Какого года, неизвестно. 20, да. Мало ли еще бывает. Вот так. Ну, теперь Андрей ей доказывает что-то. Вот этот вопрос как-то решить, как-то потихоньку сказать, чтобы она про себя молилась. Это не запретит ей никто. Вот так. Андрея. Бабы Серафимы не будет, мы сразу почувствуем. Почувствуем, что ее нету. Это батюшка недавно говорил про это. Видите, какой хороший разговор. Сразу видно, выслушали друг друга. Представь, ходят на занятия. А в прошлый раз-то опоздала. Да не сказали ей, что она... Она раньше уходит. Ну, и когда раньше? Это не после службы, а что-то выходим. Наверное, тут не остается стоять. Я говорю, устала. У меня есть стихотворение написано. Злющие старухи призлющие. Бьют костылем по спине. И для друг друга стоят, они сзади крестят. Дескать, та одержимая. Я говорю, а позеваешь-то рот, что закрестишься? Если он уже вошел, ты его закрещивай, чтобы он не вышел или что? Так интересно. А вот психолог хороший, он бы определил, что они говорят, как. Ну, еще... Сейчас еще он ей скажет, простите. Так, веди велосипед, я пока... Пошли маленько дома и пройдем дальше. Ты понял, что я сегодня говорил тебе? Да. Смотри. Строжайше держись. Наказа родителей никуда. Как ты потом жалеть будешь, что огорчал? А огорчание родителей – это покушение на жизнь, скорби, печали, болезни сердечные. А вот я бы теперь поступил... Да можешь хоть сто тысячу раз повторять. Но уже никак. Того человека нету. Ну и расскажи еще, что ты говорил с ней. Давай. Потихоньку. Теперь мы прошли уже. Она говорит, что тяжело ей вообще с Володей. То, что Володя, вот как неверующий. Ну да. Я, получается, его слушаю. Но это-то разное дело. Или стройка. Я и в корченых урывках работаю. Ну да. Я еду на шабашку. Мне какая разница, кого слушать. Безбожника меня нанимает. Ну, у меня было так. Я печку делаю, а он говорит, что жена ушла от мужика. Я в духовку все поставил. И вдруг какая-то женщина приходит. А помогал ему родной брат. И говорит, так это жена вернулась. Откуда она взялась? Говорит. И сразу подошла. Духовку не в эту сторону, а втуда. Как это не фуражку на голове повернуть. Так вот. Да. Я... А он услышал, мужик. Видимо, он к ней расположен очень. Говорит, Машенька, мы сейчас это переделаем. Так вы переделайте, я вам заплачусь только за две печки. А этот брат до того и не удивляется. Это... Да откуда она взялась-то? Ее не было сколько дней, говорит. Недавно они там что-то... Ничего не сделаешь. Тут надо выявить так. Что... Твое время ушло. Он делает так, как ему кажется. Потому что... Моложе же. Она говорит... Ну, старших же должно слушать. То есть в доме она старшая. Я должен ее слушать. Но как я могу ее слушать бабушке 90 лет? 92. Как что там делать? Стройка? В духовном понятно. Но в строительстве-то я же ее не буду слушать. Понятно. Теперь, когда вот уже все мы там наделали. Такой пролет все. А теперь дверь. Какую же я дверь-то ставлю? Шире метра. Вот так. Володя говорит одно, она другое. Я говорю, вы сами между собой договоритесь. Мне-то какая разница, что делать, что строить. Тут еще одно, что она считает молитвы там по лестовке своей, по щеткам. И очень громко, и не слышно, что батюшка говорит. Мне уже жалуются, каким-то образом надо это прекратить. Она может молиться, но про себя. Дома ты можешь, скажи, там заглушать его телевизор. А это-то не годится. Вот она... Ей просто тяжело как бы вообще с Володей жить. Она говорит, хотя бы прошу тебя в воскресенье не включай телевизор. Это я понимаю. Верю. Абсолютно верю. Я лучше бы зарылся в сток сена где-то, чем с неверующим быть, они включают. А что делать? Ничего не сделаешь. Это крест твой. Ну, я говорю, а сегодня утром вы так распорили. И Володя-то, говорю, обиделся. Я ей сказал, она-то ушла в дом. Ага. А он-то вышел сюда. Я его никогда таким, ну, не видел. Я думал, он добрый человек всегда. Он вообще такой, это... Такой, вот вредные бабки. Вот все не то, что бы я ни сделал. Вот все не так. Все не это. Вот ходит это. Ну, и потом замолчал и вообще просто... А тут, когда задержали вора... Задерживали. Это он у них-то вор там что-то взял-то где-то. И он его задержал. Я-то не знаю это. А в интернете-то видно. Да какие же это верующие? Он его обматерил. По-крупному. Этого вора. А они не знают, что он в храме ни разу не был. Человек совершенно неверующий. Ну, в потерявке живет. Ну, он отзывчивый. Куда ни пригласи его, в любое время оставит работу, побежит делает. Возьми это хорошее. Ну, не ходит. Это его выбор. Ну, вот она говорит, что вы его не обличаете. Он говорит, меня здесь никто не обличает, а только ты меня постоянно долбишь. Я говорю, ну как? Мы всегда его раньше приглашали и на концерты, и на занятия. Да. Раньше еще в храм. Он как-то вообще на эту тему говорить не хочет почему. Да, да, да. И все. Ну, как? У меня в прошлом году с ним наладились отношения. Вот эти сваи. Он пришел тут шкурить. И я ему сказал, ты в городе будешь? Приезжаешь. Я тебя приглашаю. Приезжай к нам. Ночевать будет с той позиции, что как бы ему хорошо, чтоб было-то. Да я там нахожу где-то по-хорошему. Я дальше уже побоялся идти. Думаю, ну зачем же это? Сказать-то я могу, а уже я чувствую, что он дальше не потянет. Мы один раз с ним столкнулись. Он как разошелся. А делали что? Все. Счистили мы вот этот тоннель. Кольца там внизу, как спускаешься-то. Володя там киркой. Так неудобно. Ну и батюшка слез, посмотрел. И как-то он там оказался. Еще-то недовольный. Дорогу делайте. Да зачем там вроде, как Женя говорил. Через кладбище можно. Я говорю, Володя, ты слез сюда, посмотри. Посмотри, как тут кольца прогнулись. И теперь мы должны думать, как чтобы воду-то там выпустить-то. Я никогда не ожидал такой реакции. Да вы что меня за дурака считаете здесь? Я говорю, а почему? Володя, ну ты что такие слова-то говоришь? Батюшка сейчас отсюда были, он спустился, посмотрел, какой-то совет дал. И он посчитал это за унижение себе. Я этого никак не ожидал, и я замолк. Думаю, ой-ой, вовремя попятится. Ну она говорит, вот в него бес вселился, а ты его слушаешь, как он тебе говорит строить. Я говорю, Дух. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Это, ну она права, что я не верю, это дьявол запечатал. Но, однако, тут-то можно договориться. Он тут главный. Деньги его... А как его? Не знаю я чьи. Просто он должен ее слушать, а он ее не слушает. Но почему он должен слушать ее в строительном деле? Ее не будет, она нынче 20 октября умереть собралась. А не по его, он все время будет недоволен. Да нет, я там посмотрел, там помирать никто не собирается. Она уже в прошлом году говорила, 20 октября ждала, а потом говорит, тут на год ошибка была. На следующий год. Ну вот человек обиделся теперь и... Ну хорошо я видел, как вы беседовали, издалека было видно очень хорошо. Ты к ней так тактично, склонился до ее уровня. Я говорю, какая разница, что скажете, то и буду. Ну один говорит одно, другое другое. Значит окна и двери сейчас там заставите? Там по плану просто холодная терраса. Там не должно быть дверей. Ну да. А теперь ей двери надо. Ну вот надо было уступить. Вот просто так по-человечески. Узнать ее комнату не задевает он? Не, так это мы на улице делаем. Крыльцо. Крыльцо. Ну тем более. Да. Ну слава Богу. Все-таки поговорили и она тоже это примет во внимание. В прошлый раз она упала. Пришла сразу ко мне и тут объяснять. У нас такая беседа хорошая была. Я вот так прям перед ней держу. Ну никого нет, я один. Она даже никаких. А то до этого нельзя было подойти. Она всегда как только увидит с фотоаппаратом. Сатана, сатана. А я с ней поговорил. Она с девочками встала. С мальчиками. Ты подержи-ка. Покажи мы там красный. Не разговаривайте. Тихо. Хулиганы. Всё время днем… Иногда ночью. Раз 5 позади. звонит. Один раз начал материться, то другой. Теперь я не отвечаю. Открываю, он не может слышать и потеряю. Игнатий Тихонович, дальше не говорит кто. А подсказал бы такой, такой, то я бы сразу определил. И главное, разные телефоны берет и слышит. Безобразие. Ладно, выпадил. Все с Богом.